Внезапно наглянувшая ранняя весна позволила не только убрать на антресоле теплую одежду, но и напомнила нам о необходимости подобрать машину для поездок на дачу, на пикники и вообще для активного отдыха. И вот сегодня мы решили прокатиться на автомобиле, который, как нам кажется, для этого отлично подходит. Всем привет! В очередном видеообзоре на обзора.ru мы представляем вашему вниманию автомобиль, который, по нашему мнению, отлично для таких целей подходит. Итак, обзор Renault Duster. Прокатимся! Renault Duster построен на базе популярного Логана, но кардинально отличается от своего предка. Более высокий кузов, мощные колесные арки и некрашенные пластиковые элементы в экстерьере дополнены более стильной отделкой интерьера и удобным багажником-трансформером. Со старта продажи в 2012 году машина пользуется отличным спросом во всех модификациях. С передним или полным приводом, с механической или автоматической коробкой передач. Двигателей на выбор три. Бензиновый объемом 1,6 и 2 литра и полуторалитровый турбодизель, который, впрочем, в России особой популярностью не пользуется. Выбор комплектаций тоже широк. От базовой Authentic с передним приводом и механикой до отлично оснащенный люкс-привилеж с двухлитровым мотором, автоматом и полным приводом. Но так было не всегда. Раньше перед покупателями Duster стоял непростой выбор. Можно было приобрести машину с автоматической коробкой передач, но, увы, только переднеприводную. Все-таки можно было выбрать и полный привод, но вот тогда передачи пришлось переключать бы вручную. Теперь такой проблемы нет. Бензиновый двухлитровый мотор, автомат и полный привод доступны в новой долгожданной модификации. В новой версии схема трансмиссии никак не изменилась. По старинке это постоянный передний привод, который с помощью специальной ручки можно переключить в режим автоматического подключения заднего моста, ну, при пробуксовке, или принудительно подключить задний мост для того, чтобы преодолеть более серьезные участки бездорожья. Раньше мне уже приходилось кататься на двухлитровом Duster с полным приводом, но то была версия с механической коробкой передач. Вот пару слов об отличиях этих модификаций. Ну, во-первых, конечно, на машине с автоматом двигаться приятнее и, в первую очередь, благодаря тому, что отвлекаться от управления машиной на переключение скоростей не приходится. Особенно это приятно в городских условиях. Ну, а во-вторых, вот несмотря на то, что автоматическая коробка располагает всего четырьмя ступенями против шести ступеней у механики, управлять тягой, разгоном и тормозить двигателем от этого не становится менее удобно. Крутящего момента у двухлитрового двигателя хватает. Как я уже говорил, передаточные числа в автомате были несколько изменены с целью улучшения тяговых способностей. Ну, а вот на спуске, как мы сейчас двигаемся, хорошо помогает режим ручного переключения скоростей для торможения двигателем. Материалы отделки в салоне Duster на первый взгляд могут показаться несколько простоватыми. Здесь достаточно гулкий пластик передней панели, достаточно, я бы сказал, скромное оформление приборного щитка, но в то же время, мы же помним, что мы говорим об автомобиле достаточно бюджетного сегмента, мы скажем, что все, что присутствует вокруг, на 100% выполняет возложенные на себя функции. Например, пластик хоть и твердый, но при этом не бликует при ярком свете и не скрипит на неровностях. Приборный щиток хоть, может быть, и выглядит несколько проще, чем в более дорогих автомобилях, но в то же время отлично читается и днем, и ночью, и не привлекает к себе излишнего внимания какой-то вычурностью. Чего еще нужно? Дастер это достаточно современный автомобиль, но в то же время ему не чужды некоторые очень традиционные решения, которые пришли еще из века 20-го. В частности, здесь установлен не модный нынче электрический усилитель рулевого управления, а традиционный гидроусилитель. Что это дает? Это дает отличную прозрачность ощущений на руле. Вы всегда в любом положении, будь то под колесами асфальт или что-то очень скользкое, вы всегда будете прекрасно чувствовать, куда именно повернуты колеса и что с ними происходит. С преодолением бездорожья средней степени тяжести наш герой справляется весьма уверенно. Нужно только принудительно подключить заднюю ось и вывести из игры систему стабилизации. И тогда рыхлый снег и раскисший проселок вас не остановят. Но вот засаживать русского француза, как говорится, по брюхо, а клиренс здесь чуть больше 20 сантиметров, мы не советуем. Все же это не трактор. А дальше никак. Так, проверили проходимость. Лопата есть? Лопаты нет. Блокировки межосевого и межколесных дифференциалов здесь отсутствуют, а значит, может понадобиться помощь более серьезных проходимцев. Впрочем, к чести даст и расскажем, что так далеко он смог забраться на обычной дорожной резине, а муфта подключения задней оси не перегрелась даже после получаса активного буксования в мокром снегу. Этим не могут похвастаться многие более мощные и дорогие японцы и европейцы. Сибиряки, привыкшие к автомобилям японского производства, иногда, ну, скажем, с некоторым предубеждением относятся к автоматическим коробкам производства европейских автопроизводителей. Ну, опять-таки, инженеры Рено предусмотрели дополнительную опцию для этой автоматической коробки передач, которая призвана обеспечить повышенную надежность. Я сейчас говорю о воздушно-масляном охладителе для рабочей жидкости автоматической коробки. Даже если вам кое-где придется на дастере побуксовать, шанс, что это повредит автомату, значительно снижается. Большую часть нашей поездки за городом по грунтовке мы преодолели в режиме полного привода с постоянным включенным задним мостом. Соответствующий режим есть на шайбе управления трансмиссией. А сейчас, выезжая в город, я отключил задний мост и оставил, естественно, включенными только передние колеса. Ну, собственно, в городе этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить надежную управляемость, а топливо это поможет сэкономить. С перевозкой грузов дастер справится уж точно не хуже своих конкурентов. Причем, если в пятиместном варианте объем багажника не впечатляет, чуть больше 400 литров, то сложив задние сидения можно получить 1570 литров. А это уже серьезно. При этом багажный отсек имеет удобную прямоугольную форму и вместительное подполье для автомелочевки. Дастер – автомобиль, в первую очередь, семейный. Ну, посмотрите на салон. Сейчас передние кресла отодвинуты под пассажиров и водителя явно выше среднего роста, больше 180 сантиметров. При этом запас пространства для коленей пассажиров остается очень большим. При этом, вне зависимости от модификации дастера, в нем обязательно присутствуют крепления для детских кресел. Полдня проведенные за рулем Renault Duster в новой модификации с полным приводом и автоматом оставили только приятные впечатления. Несмотря на эту серость вокруг и несмотря на испортившуюся погоду, мы остались при своем стойком убеждении. Это отличный автомобиль как для повседневной жизни, так и для вылазок выходного дня. Мы благодарим компанию Автомир за предоставленный автомобиль и ждем вас на bizava.ru. До новых встреч!